Всем привет, с вами Priya. Пришло время поговорить о монахе-танке и рассказать о его механике танкования, чем он может жить, как он может от чего-либо избегать дамаг, какие у него есть различные нюансы, как его нужно правильно собрать, чтобы он танчил весьма хорошо и как сделать это намного лучше. Начнем. Немножечко сводной информации. В Warcraft играю уже 8 лет на различных танках, воин, ДК, теперь монах. На войне отыграл очень большое количество времени, 648 дней, на ДК 139, на монахе пока что маловато, но, как говорится, совершенствуемся вместе. Люди, зрители, смотрящие ежедневно меня на Твиче в ВК-группе, мы провели голосование и они выбрали нового танка для меня в Battle for Azeroth, именно монаха. Я ни в коем случае никак не отвергаю этот выбор. Монах там, текущий момент, в Легионе, конечно, был тоже хорош. В БФА он стал еще лучше, раскрыл, можно сказать, весь свой потенциал. Поговорим изначально об изменениях, которые были из Легиона в БФА. Итак, талант. К примеру, взмах тигрового хвоста был улучшен. Не только когда уменьшается, так еще и область действия увеличивается, что весьма реально классно. Ну, чуточку там он изменен. Далее, отварчики. Вместо 6 секунд отвара железной шкуры, он действует теперь 7, и это реально классно. То есть, монах стал лучше. Ну что, поговорим о различных кнопочках, которые вообще, в принципе, присутствуют у монаха. Свой гайд, текущий, на монаха я хочу построить по принципу того, как я делал на воина 2 года назад. Людям понравилось, и я думаю, вы тоже много чего для себя узнаете из того, что сейчас будет вообще сказано в течение, ну, примерно так, минут 15, 20, 30. Так что, готовьтесь. Я в вас верю, вы справитесь. Итак, монах умеет воскрешать. После того, как какой-либо человек умрет в мифик плюс, или вы будете вместе прокачиваться, просто-напросто можно его воскресить и продолжить свой путь странствия. Вызов. Самый обычный таунт. Так не просто еще самый обычный на самом деле, а мы насмехаемся над противником, увеличивая скорость противника на 50%, что позволит быстрее поставить босса в какую-либо точку, либо как-либо откайтить мопца от какого-либо другого мопа. Ну, к примеру, при текущем модификаторе зараженной. Хотя о модификаторах мы поговорим еще чуточку позже. Детоксикация. Снятие с цели абсолютно всех эффектов яда и болезней. Можно использовать как на себя, так и на союзника. При удачном снятии эффектов яда и болезни вешается кд 8 секунд. Дзен-медитация. Уменьшение получаемого урона на 60% на 8 секунд. При передвижении, получении урона в ближнем бою или осуществлении любого действия эффект будет отменен. Кто-то может сказать, а зачем это вообще юзать, если при первой же атаке физической мы сбросим с себя этот сейв. А вот суть в том, что как раз-таки либо с целью пережить одну эту атаку, весьма полезно поражать дзен-медитацию, либо с целью того, чтобы уменьшить по себе большой входящий какой-либо магический, либо тикающий дамаг. К примеру, на Зуле. Он вешает в нас танковские стаки. Мы отлетаем куда подальше, чтобы заспавнить большую лужицу. При снятии этих стаков. И в момент нашего полета, в момент того, когда мы встанем к самому краешку, чтобы развить лужицу, мы нажимаем дзен-медитацию и абсолютно все эти тики на 60% меньше нам бьют. А это очень сильно, в течение 8 секунд, тем более. Духовное путешествие. Телепортация в наш родной храм. Круговой удар ногой. Станк, который может быть улучшен талантом, взмахом тигрового хвоста. Лапа тигра. Спам кнопка, которая сокращает кд всех отваров на секунду. Все отвары. Это отвар железной шкуры. Это очищающий отвар. Это укрепляющий отвар. И отвар черного быка, конечно, если он взят. Каутирующая атака. Используется по кд. Дает нам заряд верткого задиры. Кд 3 секунды. Обязательная кнопка в ротации. Оживить. Самый обычный хил, который мы можем кастануть как в себя, так и в союзника. К примеру, с целью того, чтобы модификатор мучительный с себя сбросить между паками. Хотя там проще сесть покушать, но мало ли. Отвар железной шкуры. Крепкий отвар, существенно повышающий эффективность пошатывания. Пошатывание это основная механика монаха, которая позволяет получать дамаг не сразу, а распределяет его в течение некоторого количества секунд. Это число секунд зависит также от выбора таланта корпусом работой. И в итоге просто-напросто намного больше дамага уходит в именно это пошатывание, которое очищается очищающим отваром. Мы просто-напросто снимаем с себя этот ежесекундный дамаг. Порабочий пвп талант, его мы рассматривать не будем. У нас пве гайд. Паралич. Парализация цели на 1 минуту. Самый обычный контроль. Любой нанесенный урон снимает эффект. Ну, я думаю, тут все просто и объяснять ничего не нужно. Пламенное дыхание. Кнопка, которая используется после удара бочонком. Также является небольшим мини-сейвом, так как мобы, пораженные пламенным дыханием, наносят панам на 5% меньше урона в течение 12 секунд. Будьте внимательны. На 5% меньше урона в течение 12 секунд. КД пламенного дыхания 15 секунд. 3 секунды мы будем получать полный дамаг, а не 95%. Это мелочи, но на самом деле весьма такие мелочи, к которым нужно присмотреться. Полет в зен периферия. Порыв неферитового ветра. Талант. Самая обычная кнопка, которую мы нажимаем, вокруг нас крутится ветра. И они ауешат. Это нанесение физического урона ближайшим противникам раз в 0,7 секунд. К тому же, нажимая ее, в принципе, по КД, мы можем добиться 100% ее аптайма. С целью повышения ДПС это просто идеально. Ауешного, разумеется. Ну и соло-таргет тоже весьма неплохо. Призыв статуи черного быка. Мы ставим бычка. Если мы достанем в него вызов, то есть наш таунт, то абсолютно все мопцы, которые крутятся рядом со статуей, сагрятся на нас. Но это есть специальный макрос, о нем уже в конце видео. И получается так, что статуя сама по себе также агрит мопцов в радиусе 30 метров. И поэтому будьте аккуратны, если будете ставить в каких-нибудь комнатах, в каких-нибудь углах, в каких-нибудь дорожках. Можно спулить абсолютно в итоге всю дорожку или всю комнату, смотря где вы поставите. Будьте осторожны в ее установке. Рука-копье. Самый обычный кик-каста. Сверкающая нефритовая молния. РДД-каст. Без комментариев. Смягчение удара. Талант. О нем чуть позже. Трансцендентность. Весьма хорошая тема на самом деле. Мы оставляем свою призрачную копию. Отбегаем на какое-то расстояние, которое допустимо. То есть там 40 метров. И нажав кнопку, мы просто-напросто меняемся с поставленным духом. Это может быть полезно с целью того, чтобы, к примеру, босса или мопца перевести в первоначальную точку, где мы начинали. Это можно будет сделать очень быстро. При использовании трансцендентности. Удар бочонком, обязательная кнопка в ротации, сокращающая оставшееся время восстановления наших отваров на 4 секунды. КД снижается за счет набора такой статы, как скорость. Если у нас 0 скорости, КД 8 секунд. Если же у нас скорости примерно 14%, то уже время восстановления 7 секунд. Кап скорости в текущий момент для монаха, танка является 14,3%. Большее количество скорости набирать не нужно. Далее. Укрепляющий отвар. Сейв. 7-минутный, но так как... Вот так вот просто-напросто не могу сделать, увы. Увоп-талант уменьшает время восстановления укрепляющего отвара на 50 минут. 7 минут полный его кулдаун. Превращает нашу кожу в камень на 15 секунд. Увеличивает текущий максимальный запас здоровья на 20%. Эффективность пошатывания на 10%, ну а также получаемый урон уменьшается на 20%. Очень сильный сейв, но с очень большим кулдауном. Вот это, пожалуй, небольшой минус, конечно. Устроение вреда. Это кнопка, позволяющая просто-напросто взять сферки, которые мы выбрасываем при получении урона, ну а также небольшой дамаг. Циполёт, талант, который заменён куверком. Просто-напросто рывок, и при том весьма хороший. Также после его использования мы получаем увеличенную скорость передвижения на 30% на 10 секунд. Ну и эффект этот суммируется, то есть можно получить спринт на 60% на 10 секунд. Ну а теперь пассивные кнопочки. В гармониях миливара, ну, самый обычный показатель повышения брони. Далее. Дар быка. Именно то, что я говорил чуть ранее. При получении урона с некоторой вероятностью призываете целительную сферу, которая будет видна только вам. Проявившись эту сферу, вы восстановите определённое количество хп. Далее. Работа искусности весьма уникальна, на самом деле. Стоит о ней поговорить отдельно. Каждый раз, когда мы получаем урон в ближнем бою, или при использовании на паутирующей атаке, мы получаем суммирующийся эффект. Повышение вероятности уклонения на определённый процент до следующего успешного уклонения. Этот процент зависит от набора искусности. 21.6. Увеличение силы атаки. 21.6. Искусность. 21.6. Да, теперь числа округляются в пользу игроков, и это реально всё классно, потому что оно могло округлиться просто-напросто до 21, и это немножко печалило бы, если честно. Так вот, с помощью этого уклона можно просто-напросто уклониться от атаки, к примеру, в моей любимой гробнице королей. Есть босс, голем, на совете племён, и он делает такой каст, весьма на самом деле не самый лучший. Акаали, завоевательница. Собственно, контузища оплеуха. Речь о ней. Мы можем уклониться от дебафа под названием «Брежь в защите». Увеличение получаемого физерона на 200%. Я не думаю, что вам хочется ловить этот дебаф на себя и потом кайтить по всему кругу этого босса, поэтому, поражав нокаутирующую атаку максимальное количество раз во время каста оплеухи, можно попытаться уклониться от этой атаки. Ну, собственно, и от дебафа. Небесная удача. Пассивка, работающая вместе с критом, образуя синергию, мы просто-напросто восстанавливаем для себя чуть больше здоровья. Это весьма важно на самом деле. Далее. Пошатывание. То, что уже было сказано ранее. Такое то, что мы успешно противостоим атакам, получая часть физического урона не сразу, а в течение 10 секунд. Объём отложенного урона зависит от показателя ловкости. Эффект действует и на магические атаки, но в этом случае его эффективность составляет лишь 35%. Часть полученного урона, которая увеличивается от ловкости. Используя модификацию, где же Чаректор Статс, хотя, может быть, это есть даже и в стандартном интерфейсе, но всё же, можно увидеть этот процент пошатывания. Пошатывание нейтрализует 62% получаемого урона. То есть, 38 тысяч из 100 дамага я получаю сразу. 62 тысячи дамага распределяются по всему моему таймеру пошатывания. Это весьма классно. При увеличении секунд пошатывания, мы уменьшаем по себе ежесекундный дамаг. Поэтому талант корпусом работы весьма неплох. При использовании там, где это нам нужно. Итак, что у нас там дальше по списку? А, дальше у нас таланты. Как раз, я не зря их открыл. Нужно войти в зону отдыха, чтобы мы могли их активно менять. Глаз Тигра. Хороший соултаргет талант, используемый в большинстве случаев. Волна Ци. Это уже талант немножко чуточку похуже, и в принципе неиспользуемый. По какой причине, увы, в силу своего опыта подсказать не могу. Выброс Ци. По моему мнению, каст односекундный. Зачем танку кастовать? Используем Глаз Тигра, радуемся жизни, наносим дополнительный дамаг, ну а также ХП по себе регенем. Вторые тиры талантов, вторая полоса. Это мобильность самая обычная. Подвижность используется для тех целей, если нам нужно делать часто кувырки, ну и, к примеру, на относительно небольшие расстояния, так как Циполёт имеет очень большую дальность действия. И она не всегда полезна. А кувырок, он относительно небольшой. Ну, примерно в два раза меньше Циполёта. Думайте сами, что вам нужно. Тигриное рвение, это самый обычный спринт, который снимает эффекты обездвиживания, замедления, ускоряет нас на 6 секунд, на 70 процентов, ну а также мы можем кидать его на союзника. Кидать 30 секунд. Быть может, где-то он может использоваться, но в текущий момент Циполёт, подвижность, это таланты, которые используются в ПВЕ. Тигриное рвение всё-таки чаще в ПВП. Далее. Таланты третьего тира немножко уже влияют на выживание, стоит внимательно их рассмотреть. Упрощённое варенье не требует каких-либо дополнительных кнопок, не требует особого знания класса. Мы просто-напросто жмём кнопочки и радуемся жизни, увеличивая свои максимальные отвары на 1. Именно Железной Шкуры и Очищающий. Ну а также их КД уменьшено. Время восстановления. Весьма неплохо на самом деле. Отвар Чёрного БК. Да, его КД было повышено с 90 до 120 секунд в текущем аддоне в БФА. И отвар Чёрного БК, где он восстанавливает наш запас энергии, также восстанавливает абсолютно все заряды отвара Железной Шкуры и Очищающего Отвара. Талант, скажем так, тот, который требует внимательности, требует 100% своего прожатия и нужно очень внимательно играть при его выборе. Талант Огнеполох можно использовать при повышении ДПСа, к примеру, так как Лапа Тигра мгновенно завершает время восстановления Пламенного Дыхания. А Пламенное Дыхание само по себе дамажит. Ну и ещё и ежесекундно дамажит. Таланты четвёртого тира Взмах Тигрового Хвоста. Если нам нужно часто станеть мопцов, берём его. Если нам нужно какой-то масс-агра, то берём призыв Статуи Чёрного БК. Если же нам нужно отталкивать мопцов, к примеру, на модификаторе Микротический, или же нам нужно оттолкнуть Капельки на первом боссе в Гробнице Королей. Да, я очень часто буду упоминать этот инст, потому что я пытаюсь дропнуть с него пушку, маунта и ещё других всяких полезных интересных вещичек. Напрок, конечно же. Так вот, с целью того, чтобы оттолкнуть мопцов круг мира может использоваться, конечно, это его основная механика. Далее. Талант корпусом работы увеличивает время пошатывания и тем самым, к примеру, те 62 тысячи дамага, которые я заковываю в своё пошатывание при получении дамага в 100 тысяч, они уже распределятся не на 9 секунд, а на 12. По-моему, стандартные тики пошатывания идут на срок действия в 9 секунд. Враньё, враньё, 10 секунд заметил после обработки видео. Целебный эликсир. Целебный эликсир может быть полезен на модификаторе как вариант мучительном с целью того, чтобы быстренько, как-либо резко отхилить себя. Смягчение удара берётся при нужде дополнительного сейва. Если нам нужен какой-то дополнительный сейв, к примеру, на зиквозе в мифике, то, конечно же, мы можем его взять и дамаг по нам будет уменьшен весьма на хороший процент. Далее. Особая доставка. Выпив отвар железной шкуры или очищающий отвар, с реальностью 100% мы отбрасываем в воздух бочонок, он приземляется, наносит дамаг в радиусе, а также ещё и снижает скорость передвижения мопцов. Если нам нужно пока идти мопцов, к примеру, на таком модификаторе как некротический, то мы можем это реализовать. Далее. Порыв нефритового ветра. Порыв нефритового ветра основной талант, который используется чаще всего. обычное увеличение дамага, которое делается само по себе при нажатии кнопки в течение нескольких секунд. Классно. Далее. Призыв нюдзава. Конкретный бурст 45-секундного действия с кд в 3 минуты. Весьма интересно. Далее. Высокая стойкость. Увеличенное пошатывание. Увеличенная скорость при большом проценте отложенного урона. Скорость дает нам некоторые чудеса, о них чуточку позже. Защита. Талант, который используется при накоплении большого числа пошатывания, и если же опять нам нужен дополнительный сейв, то берем его. Серия нокаутов. Талант, который требует некоего опыта и понимания, так как нужно использовать последовательность кнопок. После нокаутирующей мы жмем лапу тигра, а не наоборот. После нокаутирующей мы жмем пламяное дыхание, а не наоборот. И все такое. Теперь же серия нокаутов, насколько я правильно помню, не действует на очищающий отвар. Итак, далее. Азеритовые ки либо вещицы. В текущий момент азерит, конечно, дропнуть весьма тяжело, но с обновления 8.1 все исправится, так как мы будем получать вместо азеритовых вещей с недельных сундуков валюту, и эта валюта будет падать нам всегда абсолютно. И за эту валюту можно будет купить либо сундучки с определенным этим левелом азеритовых вещей, либо же конкретную какую-либо азеритовую вещицу. Так вот, рассматривая абсолютно все таланты, которые взяты в азеритовых талантах, в азеритовых вещах, можно взять кипящий отвар, весьма хороший талант, используется и призывает нам дополнительные целительные сферы, и мы чувствуем себя комфортно. Далее, абляционная броня, повышение брони на определенное число при уменьшении нашего запаса хп менее 40. Дополнительный сейв, можно сказать, и весьма классно, броня повышается на хорошее число. Чаще всего, конечно, берется другой талант, но тут полезнее, к примеру, в соло таргет взять резонирующий щит, ну а в ое, если вы ходите только мифик плюс, то тяжелый щит. Эти плечики мне вообще рассматривать не хочется, они дамагерские. Далее, архив титанов, либо лазерная решетка, это обязательный талант для любого рейдера, так и для танка. В самом рейде мы получаем баф, называется матрица пересозидания и этот баф настакивается при убийстве трех боссов в неделю, хотя бы лферных, мы получаем баф, который повышает наш стат основной крит на 75. Получать по 75 крита каждую неделю в прогрессии это весьма классно. То есть первая неделя 75, вторая 150, третья 225, ну и так далее. Азеритовые жилы являются очень хорошим талантом. У монаха почти никогда не может быть фулл хп за счет механики пошатывания, которая все тикает, тикает и просто-напросто тикает по вам ну просто вечно. И использование азеритовых жил весьма неплохо может себя показать. Безучастный вид это тот талант, который очень необходим любому танку, так как повышение запаса хп ну точнее его реген. Это на самом деле приятно. Также хочется выделить таланты 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 нокутирующая верткость нанесение дополнительного урона от нокутирующей атаки. Ну а также если нокутирующая атака кританет критически попадет по мобцу то мы получим один эффект верткого задиры. То есть вместо 26% уклонения я получу 52. Ну а также весьма неплох тот азеритовый талант который повышает нам искусность за счет нашего по-моему бонуса пошатывания. Я бы очень хотел найти его сейчас в текущий момент. Да, вот он он. Уроки нюдзал дает бонус к плагателю искусности вплоть до определенного числа в зависимости от вашего текущего пошатывания. А как мы помним искусность это верткий задира а верткий задира это уклон. По азеритовым талантам в текущий момент закончим. Далее рассмотрим механику мифик плюс. Есть абсолютно разные модификаторы и абсолютно на разных модификаторах нужно вести себя по-разному. К примеру на кровавом или некротическом мы берем такие таланты как круг мира. К примеру на каком либо модификаторе в виде упрямого мы берем призыв статуи черного быка. При модификаторе взрывающемся мы берем и просто напросто свичимся в эти сферки не забыв установить векауру. Далее на мучительном мы не забываем хилить себя мы можем взять целебный эликсир также не забываем про хилпоты и камни варлока можно юзать и то и то в течение одного боя. Ну а если говорить уже о сезонном модификаторе инфестед зараженный то мы можем использовать паралич против мопцов и просто-напросто законтролить их. Далее боссы ульдира на боссах ульдира используются абсолютно разные билды можно конечно гонять с одним и в некоторые моменты испытывать какую-либо тяжесть для своего монаха где-то в каких-то моментах будет трудно а быть может все будет хорошо все зависит от вашего этом левела и хилов если поговорить об некоторых отдельных боссах то к примеру на зигвозе как уже было ранее сказано мы используем круг мира мы используем смягчение удара круг мира с целью того чтобы мопцы не дошли до людей до игроков и не отхилились смягчение удара как дополнительный сейф если у вас будет какой-либо отдельный вопрос касательно талантов на кого-либо босса то я распишу в комментариях далее приоритет статов мы наконец-то до него добрались все относительно просто мы набираем большое количество ловкости для себя какое только можем не забываем про такой ювелирный камень как кракенов глаз ловкости эпически вставляется в количестве одной штуки далее набираем критический удар универсальность искусность скорость стоит на самом последнем месте как уже было сказано в начале видео максимальный кап который стоит набрать если конечно вы хотите 14.3 не особо стоит на него опираться вот так вот далее чарки еда камня как уже было сказано ранее камень используем один ювелирный на повышение ловкости кракена в глаз ловкости далее смертоносный огненный янтарь на увеличение критического удара далее палец один и второй чарим на крит ну или на универсальность окей пушку чарим смертоносной навигации либо универсальной навигации то есть либо на крит либо на универсальность макросы макросы приамонка итак это вообще не тот макрос его можно напросто удалить так этот макрос на масс агро от статуи то есть ставится статуя кастуется в нее эта кнопка которая на панельке будет у вас стоять под каким-либо биндом и прелесть этого макроса в том что если вы к примеру бьете босса то вы будете продолжать бить если вы били босса то вы так и будете продолжать бить босса потому что набрана строчка target last target то есть после абсолютно всех вот этих вот трех строчек мы впоследствии всего выбираем ту цель на которой мы были сосредоточены есть конечно и другие различные макросы на к примеру использование детоксикации по курсору мышки но конкретно для танка это самый важный макрос и тот который должен быть у каждого по моему мнению по поводу бис листа давайте поговорим конкретно о тринках что мы можем взять из рейда вот смотреть даже ужасно на самом деле ульдир ну что там глаз ради сейва хорошо допустим нагнетатель голема скорость скорость дает нам дпс уменьшение кд отваров если вам приятен такой стиль игры быстро нажимать кнопки окей хорошо нестабильная частица дает конкретно дпс щупальца гуна да тоже аналогично конкретно дпс уж лучше взять какие-то аксессуары с ловкостью с критом с искусностью с ловкостью то есть искусность дает нам верткого задиру далее что получается крит разгоняет нашу небесную удачу тот пассивный талант то пассивное умение которое у нас есть ну а также удвоение дамага ух ты ничего себе удвоение дамага от каких-либо способностей ну и от хила конечно же до универсальность даже и та полезнее то есть мы стабильно уменьшаем по себе дамаг скорость ну не знаю дело конечно ваше насчет этого но все же ну а теперь ротация побьем манекен посмотрим как живет монах без хила при текущем шмоте текущий шмот у меня 381.75 ну что сядем поудобнее и так по моему вот у нас танковский манекен абсолютно вся ротация будет в этой полосочке для показа ротации используется аддон труфи гкд ну что пьем ход конкретно если речь уже зашла о химии чуточку я упустил этот момент мы пьем настой ловкости мы пьем зелье ловкости хотя можем пить еще и зелье длительной силы зелье старого контента легиона ну и еда либо мы кушаем рейдовые пиры перед этим спекнувшись в дамагеры ради получения бонуса сытости на ловкость а не на выносливость ну либо же мы кушаем свою еду на крит это окорок в медовой глазуре либо же универсальность это у нас получается что это у нас получается окунь со специями ну что начнем кнопочки видишь да короче вот пул происходит да ты такой таунт ну в моем случае да таунт и потом такой вот вот и как бы то есть вот и все танкование блять пацаны я говорю танчить это фиг дамагать это тяжелое занятие знаете со стороны всегда на самом деле намного проще смотреть и как-либо записывать такие моменты опенер катастрофически неправильный я сначала дал барбачонкам а только потом бафнул отвар так делать нельзя я потерял 4 секунды кд отвара нужно сначала поражать отвар железной шкуры потом только нажать удар бачонкам потом пламенное дыхание потом нокаутирующая атака потом лапа тигра и все так чередуется по кд и по расходам энергии в принципе далее уже относительно все правильно поэтому можете наслаждаться также абсолютно всю ротацию можно увидеть на моем твич канале абсолютно все ссылочки будут в описании вот так вот да так что заглядывайте больше увы нельзя также не стоит тратить абсолютно всю энергию нам нужно оставлять какой-то объем для удара бачонкам а именно 40 поэтому в тот момент когда у вас уже удар бачонкам будет восстанавливаться посмотрите на свое число энергии и если оно весьма мало то чуточку стоит попридержать нажатие по лапе тигра ну и все собственно вот оно все выживание монаха ну опять же это без химии это без хила это без героизма конечно же потому что с героизмом быстрее бы от вара откатывались и все такое ну и без дорогих потов то есть все абсолютно завязывается на уменьшении входящего урона к примеру механика дк это отхил входящего урона и дк очень долго бы жил к примеру на манекене или там на соло цели какой-либо долгой монах увы такое себе позволить не может и его нужно хотя бы чуточку подхиливать быть может потом что-то переделают монахи но в текущий момент это как-то так получается либо я чего-то не понимаю и этот гайд вообще ни к чему хорошему не приведет на нем можно ставить крест на этом я думаю мой монолог можно закончить рассказал я абсолютно обо всем мы успели поговорить о кнопочках которые стоит нажимать которые не стоит нажимать мы поговорили о талантах мы поговорили об азеритовых вещах хоть и кратко на самом деле это каждый человек для себя сам извлекает ну и идеальные шмотки азеритовые получить очень тяжело в текущий момент конечно удачи в этом пожелаю вам по поводу мифик плюсов мы также поговорили что использовать на каких модификаторах по поводу боссов в ульдире мы тоже поговорили приоритет статов был озвучен еще раз это ловкость крит универсальность искусность скорость далее мы поговорили о различных гемах чантах хиде поговорили о макросах хоть и чуточку но все же поговорили о бисовых тринкетах которые могут нам упасть с рейда которые могут нам упасть с мифик плюс мифик плюс на мой взгляд это труба сердце азерока плюмаш и косточки из вольной гавани хотя не особо они используются так как там прок хосты есть плюмаш труба и сердце азерока будут весьма хорошими аксессуарами к танку монаху ну а на этом все всех вам благ счастья здоровья надеюсь немного ошибок в этом гайде на монаха танка все таки авария мне было рассказывать проще так как на нем было наиграно в разы больше ну а монах я лишь только начинаю свой путь и этот гайд больше конечно для тех людей которые также начинают его всех вам благ счастья здоровья берегите ноги хорошего лута вам до скорого